Лоо Лоо довольно крупный курортный поселок. Там можно подобрать жилье на любой вкус и кошелек. Хоть отель, хоть гостевой дом. Мы отдыхали в гостевом доме по адресу переулок Алычевый 1. Он удобно расположен недалеко от центральной улицы Декабристов, где много магазинов, но в то же время в относительно тихом месте. Рядом нет громких кафе и дискотек. До моря по прямой 400 метров. На примере этого дома я покажу вам нюансы, с которыми вы можете столкнуться при аренде жилья в Лоо или другом поселке на Черноморском побережье. Этот гостевой дом относится к бюджетным, но в нем есть несколько категорий номеров – стандарт и эконом. В номерах есть балконы, но если вам попадутся курящие соседи, то толку от них не будет. Даже внутри номера будет вонять. Так что уточняйте этот вопрос еще при бронировании. Кстати, довольно много жилья в Лоо можно забронировать заранее через букинг, но все-таки лучше оплачивать на месте после осмотра объекта. Даже в разгар сезона свободные места можно найти. Номера эконом с общим душем и холодильником. А в стандарте – душ и туалет в номере. Есть холодильник и кондиционер. Но холодильник такой крошечный, что даже арбуз не входит. Кухня общая для всех номеров. Вся посуда есть, газовая плита, вода только холодная. В душе – водонагреватель. А чистота зависит от того, какие отдыхающие проживают. Иногда и свиньи попадаются. Еще один прикол был с холодильником. Хозяин почему-то запрещал хранить там арбузы. Типа купил – сразу съедай. Если у вас режим совпадает с остальными, то на кухне вам обеспечена очередь к плите. На всех комфорт не хватит. Мы вставали очень рано, так что на кухне были одни. Номера простенькие, но чистые. Удобств и мебели минимум. У нас в экономе кондиционера не было. Но в сентябре от жары не страдали. Потому что окна не на солнечную сторону. Да еще виноградником завешены. Если вы бронируете номер на длительный срок, то вам могут сделать скидку. Но при этом вы себя несколько связываете. Если все оплачено на месяц вперед и вселились неприятные соседи, никто вам деньги не вернет, если решите переехать. Обязательно проверяйте окна и двери на предмет запирания. Конечно, тут не Абхазия, но лучше, если ваш номер у всех на виду. Тогда непрошенные гости к вам вряд ли пожалуют. Помню, я однажды купил целую копченую курицу. Положил на стол в номере, на первом этаже жил. И буквально на 5 минут вышел руки помыть. Захожу, а курица улетела. Ее кот утащил через окно, всю тушу. Она тяжелее его была. Потом, видимо, неделю пировал. Лучше снимать номер в том дворе, где постоянно находятся хозяева, либо администратор. Если вы планируете читать в номере, убедитесь, что мощности освещения достаточно. На лампах тут частенько экономят. Ну и, конечно, нужно понимать, где что находится и в какой части вам будет удобнее жить. Ну, там магазины, кафе, остановки. Но об этом в других роликах. В бюджетных номерах, как правило, утюг и стиральная машина за отдельную плату. Вообще считается, что при равных условиях, чем отель дальше от моря, тем дешевле. Вы уж тут сами выбирайте. По карте в интернете заранее можно измерить расстояние и обозначить для себя район поиска. В ЛОО, где бы вы ни жили, чтобы пройти к морю, вам придется переходить очень оживленную улицу декабристов и железную дорогу. Те, кто имеет другие финансовые возможности, могут найти в ЛОО отели с обслуживанием и питанием. Либо так называемые эллинги. Номера прямо на берегу моря. Ну а кушать можно в кафе. Тут их предостаточно. Окей. Почему труска? Предпочтение. У�боко. Верегу.